Бунт в морской пехоте, тревожный знак для Порошенко. Ростислав Демчук. Главред, Украина. 26 мая 2018 года. Вот так дожил наш Петр Алексеевич на старости лет. Порочат его беднягу, оскорбляют, презирают, поносят. Уже все кому не лень. О соцсетях, СМИ, разных там манифестациях уже и молчу. Но дошло до того, что некоторые ветераны войны на Донбассе нагло отказываются пожимать руку нашему президенту и главнокомандующему. Причем, во время торжественной церемонии, когда на этот парад смотрит вся Украина. Теперь свежую свинью нашему Петру Алексеевичу подсунули морские пехотинцы с 1-го феодосийского батальона. Во время официальной церемонии замены черных беретов морской пехоты на сине-бирюзовый они отказались от выполнения ритуала. Вот и спрашивается, зачем было поносить праздник, столь знаменательное событие. Ведь Петр Алексеевич затеял эту торжественную церемонию не ради развлечения, рекламы и пиара, а ради обновления страниц истории морской пехоты Украины. Хотя, на самом деле, мы хорошо понимаем истинную цель его подобных поступков. А как объясняет свой скандальный поступок сами беретные бунтари с 1-го феодосийского батальона морской пехоты. Вот что они пишут. Сегодня, в рамках торжеств в День морской пехоты в Николаеве происходила смена цвета берета и символики морской пехоты Украины. Морские пехотинцы 1 ФОБМ подказались предавать клятве и вошли в парадный строй во время торжеств в своих украинских черных беретах. Сохранение символики является символом сохранения боеспособности и традиций, остатков коллективов, которые вели и ведут борьбу с врагом, не только в рядах морской пехоты, но и всех в СУ. Реформы – это не изменение фасада. Мы смело декларируем это. Верно всегда. Частично, я согласен с морпехами-черноберетниками. Действительно, черные береты носят не только военные российской морской пехоты, но главное, что и российской, которые являются врагами Украины. И это важно учесть прежде всего. Поэтому изменение черного берета, унаследованного от СССР на синей-бирюзовой, – это шаг к своему, к созданию украинской атрибутики. Кроме того, напомню, что в ноябре прошлого года Петр Порошенко уже провел подобную реформу в десантных войсках. Крыл этой пехоте, которые изменили дату своего праздничного дня и голубой берет времен ВДВ СССР на краповые и малиновые береты. Как бы там ни было, но смута в армии из-за цвета беретов – сигнал очень тревожный. Хотя, может дело не только в изменении беретов, кто знает.